О недостатках писали всегда, как в республиканской прессе. Высмеривали взяточников, бюрократов и разного рода начальников. Печатное слово уважали, его боялись во все времена. Это мощное оружие. Медийный форум в Могилёве – отличный повод вновь вспомнить про прессу, её роль и актуальные задачи. Меня зовут Алексей Кряквин, и я дополню тему. Вот, например, вырезка, где прямо сказано, что газета, цитата, не карманное издание и откровенный наезд на местных небожителей. Почему они игнорируют критические статьи в прессе? Можно было и тогда критиковать, и добиваться. Надо же понимать, что волнение в обществе, например, наш 20-й, сейчас в Грузии или Армении, череда майданов на Украине – всё это не на пустом месте. Экстремисты сначала указывали на недостатки уровня двора и района, затем стали сопровождать свои послания ложью, а затем масштабировали это на страну. Навешали ярлыки и предложили вариант решения проблемы – погромы. Многие ли поддались? Достаточно. И даже те, кто раньше никогда в экстремизме замечен не был. Но экстремистские ресурсы говорили об их проблемах, а районные газеты перепечатывали гороскопы из интернета. Если я вижу, что кто-то самоуспокоился, я часто напоминаю. Не самоуспокаиваться. В противном случае получим то, что получали. Мы продолжаем подвергаться самому масштабному в новейшей истории гибридному давлению со стороны Запада. Политическому – через продвижение антибелорусской позиции на международно-политическом правовом поле. Информационному – через радикализацию экстремистских платформ. Экономическому – через раскрутку маховика санкций и принятие очередных пакетов военному. Через попытки втянуть в Беларусь военные конфликты. А если учредитель, местный совет, то редактор и журналисты могут стать заложниками. Как требовать от них высоких тиражей, чтобы читали и обсуждали, если на страницах только о достижениях. Исключительно снимки учредителей и положительное-положительное хвалебное. А еще поздравления и соболезнования. Нужна такая газета. А если кто-то и осмелится написать что-то со словами критики? Никто не отменял мое решение, что на каждое замечание и критику в средствах массовой информации адресат, против кого направлено, должен на это отвечать. Всегда ли это происходит? Уверен, не то, что не всегда, уже забыли. Так вы вспомните, я обращаюсь к руководителям и представителям вертикали власти. А журналистам, ну а что, хорошо? К Рим хорошо относятся руководители, представители органов власти. Да ну зачем критиковать? Живем и живем там в своем мире. Мирок какой-то создали и живем. Это государству не нужно. Общая задача – достоверная и оперативная информация. И приоритеты расставлены. Если кто-то думает, что, ну а что там, ну придут там поляки или еще кто-то, нам будет лучше. Слушайте, потеряете свою страну, лучше не будет. Это уже вам мой совет. Лучше не будет. Как бы ни было сложно, вы должны стоять на своей земле, на своем клочке этой земли. Вот вы и пишите то, что сохранит. Для вас обязательно не терпеть недостатки. И здесь важно все. Даже самая, казалось бы, незначительная проблема, которую игнорирует пресса, может быть использована врагом. Наш противник, можно сказать, враг, тоже учится на своих ошибках. Совершенствуется. Нельзя недооценивать потенциал тех, кто смотрит на Беларусь, как на геополитическую цель. Это не шайка фрилансера, а вооруженная самыми передовыми технологиями сеть политологов и информационно-психологических центров. Какие деньги там крутятся, вы даже не предполагаете. Поэтому надо посмотреть на себя и критически, чтобы стать еще успешнее, еще лучше, эффективнее. Все это обобщенно пиарщики, а по сути пропагандисты. Против них работать может только контрпропаганда, разоблачение лжи. Аргументированная и внятная, и пропаганда. Мы должны научиться гордиться тем, что у нас есть. Что у нас есть наша Беларусь, ее достижениями, достижениями наших соотечественников, незападными идеалами, воспетыми в множестве кинолент, которые утрамбовывали в головах определенный образ жизни. Согласен, нет ни одного плохого жанра, кроме скучного. Но если тема жаркая и интересует людей во всей стране или в отдельном поселке и появляется в прессе, то такой жанр обречен быть нескучным и полезным, и назидательным. Меня зовут Алексей Кряквин, и я дополнил тему.